Шестиметровый исполин, зеркало самого большого телескопа в Евразии из Зеленчукской обсерватории, вернулось на место своего рождения. На знаменитом Латкаринском заводе оптического стекла его создавали в 70-е. Сюда же отправили на глубокую модернизацию. Уникальное зеркало в том, что оно очень тяжелое, весит порядка 42 тонн. Поэтому для достижения высокого качества и для сохранения этого качества в процессе эксплуатации уже в самом телескопе нужно предпринять серьезные меры по обезвешиванию этого зеркала. Тогда потребовалось почти три года и 15 тысяч карат алмаза, чтобы обработать зеркало. Теперь на помощь пришли новые цифровые технологии и современный инструмент. Дело идет быстрее. Осталось оценить дефекты и провести финальную ретушь. Чтобы оптимизировать качество самого материала, пришлось удалить 7-миллиметровый слой с поверхности и произвести обработку с нуля. Зеленчукский большой телескоп альт-азимутальный, то есть такой, который может двигаться и вверх, и вниз, в это время работу не прекращал. На нем установлено второе зеркало, но после обработки Владкарина первого и его гигантского близнеца телескоп войдет в десятку самых точных в мире. В Владкарине делают зеркала не только для наземных телескопов, но и аппаратов, которые отправляются в космос для спутников дистанционного зондирования Земли и тех же телескопов. Помимо того, что мы изготавливаем все оптические материалы, и вся космическая оптика, которая летает на орбите, сделана из наших материалов, у нас есть очень серьезное производство крупногабаритных космических объективов, которые устанавливаются в космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Это советский спутник системы «Метеор». Объективы двух его телевизионных камер обращены к Земле. Все изображения Земли со времен Королева отечественные аппараты делали через эти линзы. 800 объективов за историю. Вот это объектив первого поколения. Диаметр входного зрачка 300 миллиметров. Как и бытовые фотоаппараты, космическая техника шагает в ногу со временем. Пленку сменяют цифровые матрицы. Ну и по сегодняшний день пленка тоже имеет свои преимущества на самом деле до сих пор. То есть цифра пока еще не достигла того уровня разрешения, который можно на пленке достичь. Цифровая съемка, она просто удобна, поскольку аппарат работает в режиме реального времени. Именно так на ежесекундном дозоре служит спутник и ресурс ДК. Который спасал Россию от лесных пожаров, предупреждал цунами и наводнения. Объектив для него, сделанный в Латкарине, один из последних в линейке. И скорее всего в истории. Линзовая оптика уходит в прошлое. Вот такой объектив, один из объективов последнего поколения, эксплуатируется в составе аппаратуры ресурс ДК. Это семилинзовый объектив Пахромат. Вот тут наглядно видны эти линзы, 7 штук. Линзовые системы сейчас доживают свой век. И фактически вот те системы, которые мы создали в 70-80-х годах, вот сейчас космическая аппаратура комплектуется этими объективами. Мы линзовые объективы новые сейчас не создаем. И на смену им все активнее сейчас идут зеркальные системы. Оптические объективы достигли своих пределов. А вот зеркало внутри аппарата можно закрепить надежнее, а значит изготовить большего диаметра и получить лучшее разрешение. Сейчас заканчивается производство зеркала для перспективного спутника зондирования Земли с разрешением меньше метра. До полета в космос оно проводит месяцы и годы в цехах. Его доводят до идеально плоского, снимая слой за слоем, толщиной в нанометр. А зеркало, в общем-то, на наш взгляд, изготовители, зеркало будет очень красивым. А это уже зеркало, которое будет смотреть в центр Вселенной. К нему отношения особенные. На проект большие надежды ученых России и всего мира. Аппарат «Спектр Уэф» для него делается эта тонкая деталь. Возможно, даст еще больше сенсаций, чем знаменитый американский телескоп «Хаббл». Зеркало почти готово. На него еще не нанесли алюминиевое зеркальное покрытие, но свои уникальные отражающие свойства оно уже получило. Тем не менее, вот это уже отполированная поверхность, видно. Причем это не просто логнутая поверхность, это гиперболическая поверхность. Зеркало практически достаточно уже хорошо доведено по качеству. Остались, как говорится, небольшие, так сказать, доработки, финишные доводки. До отправки спутника на орбиту еще годы. Но стекловары создают задел на будущее. Разрабатывают новые марки стекла, улучшают качество зеркал и оптики. Чтобы помочь познать нашу планету и заглянуть в зазеркали галактики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова